Всем привет! Сегодня разберем, ну не разберем, а посмотрим, что такое язык R. Что это? Ну и начнем с цитаты Бьярна Страуструпа. Есть всего два типа языков программирования. Те, на которые люди все время ругаются, и те, которые никто не использует. Но почему это здесь, я не знаю. Так вот, что же такое R? Что ты такое? Ну, прежде всего, R – это язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой. Но в то же время это свободная программная среда с открытым исходным кодом, развиваемая в рамках проекта GNU. R применяется везде, где нужна работа с данными. Это не только статистика в узком смысле слова, но это и первичный анализ, и продвинутое математическое моделирование, и так далее. Р без особых проблем может использоваться и там, где сейчас принято использовать коммерческие программы анализа уровня MATLAB Octave. С другой стороны, вполне естественно, что основная вычислительная мощь R лучше всего проявляется при статистическом анализе – от вычисления средних величин до веевлет преобразований временных рядов. Подавляющее большинство американских и западноевропейских университетов так или иначе используют язык R для обработки данных. Очень многие серьезные компании, ну, к примеру, Boeing, работают с R. Язык R используется многими университетами в научных исследованиях и в учебных дисциплинах по статистике, а также все больше проникает в коммерческую среду. Его применяют в компаниях Google, Facebook, Shell, Microsoft, Mozilla, The New York Times, ну и так далее. Популярные коммерческие программные пакеты по статистической обработке также имеют поддержку R. Это MATLAB, статистика, SAS, Oracle R Enterprise и другие. R поддерживает широкий спектр статистических и численных методов и обладает хорошей расширяемостью с помощью пакетов. Пакеты же представляют собой библиотеки для работы специфических функций или специальных областей применения. В базовую поставку R включен основной набор пакетов и доступно овер 10 тысяч пакетов, то есть пакетов на самом деле много. R включает в себя практически любые алгоритмы, ну не сам R, а вот эти собственно говоря пакеты. Так вот, любые, практически любые алгоритмы обработки данных, статистические модели и графики, которые могут потребоваться современному специалисту по анализу данных. Если какой-то статистической процедуры из базового набора вам будет недостаточно, вы в любой момент можете бесплатно скачать и установить расширение с самым свежим статистическим методом. Графическое представление сложных данных это неотъемлемая часть процесса статического анализа. И здесь R выходит далеко за рамки круговых и столбчатых диаграмм. Разработка графических инструментов R ведется с опорой на самые современные достижения в сфере визуализации. Эдвард Тафти, Билл Клевеланд, Леланд, Билл Кинсон оказались серьезное влияние на графические инструменты R. С R вы сможете выявить и представить закономерности в многомерных массивах данных с помощью многопанельных диаграмм 3D поверхностей и интерактивных графиков. Графическими инструментами R для создания инфографики также используются, к примеру, New York Times или Economist, ну и другие. Если вы работаете с R, это я от себя, то вы напишите в комментариях, где и как вы используете этот язык, потому что будет очень полезно всем. Лично я нигде и никогда его не использовал, вот только на момент подготовки ролика. Ну что ж, идем дальше. R. R возник как свободный аналог среды S+, ну или буду говорить S+, которого в свою очередь является коммерческой реализацией языка расчетов S. Язык S это довольно старая разработка, почти как TEX. Он возник еще в 1976 году в компании Bell Labs. Первая реализация S была написана на Fortran. В 1980 году реализация была переписана под Unix. И с того момента S стал распространяться пока еще в основном в научной среде. Начиная с третьей версии, 1988 год уже был, коммерческая реализация S называется S+. Последняя в настоящее время распространяется компанией Insignful и доступная под Windows и различные версии Unix. Ну это и Linux и Mac. Естественно за плату, и причем плата не маленькая. Собственно говоря, именно высокая цена и сдерживала широкое распространение этого во многих отношениях замечательного продукта. Вот тут-то и начинается история языка R. С начала 90-х годов жизнь языка S пошла по довольно извилистому пути. В 1993 году Bell Labs дал StatSci, а позже Insignful Corporation, эксклюзивную лицензию на разработку и продажу языка S. В 2004 году компания Insignful приобрела язык S у Lucent за 2 миллиона долларов. В 2006 году Alcatel приобрела Lucent технологии и сейчас называются Alcatel Lucent. Дальше Insignful продал свою реализацию языка S под названием продукта S+, и добавил множество полезного функционала. В большинстве своем это был GUI, график, юзер, интерфейс. Также там была сделана другая работа с памятью, обращение с глобальными и локальными переменными, ну и так далее и тому подобное. То есть очень много удобного добавили. Ну и отсюда и название плюс. Многие вещи, которые отличают R от S+, связаны с влиянием языка Scheme 3. Фактически они создали не полный аналог S+, а новую ветку на дереве S. Сначала проект развивался довольно медленно, но когда в нем появилось достаточно возможностей, в том числе уникальная по легкости система написания дополнений или пакетов, все большее количество людей стало переходить с S+, на R. Когда же наконец были устранены свойственные первым версиям проблемы с памятью, то среди пользователей R стали появляться и любители других статистических пакетов. Количество книг, написанных про R за последние годы выросло в нескольку раз, а количество пакетов, как я уже говорил, приближается, ну 10 тысяч, это перевалило еще, я не знаю, лет 5 назад, наверное. То есть там уже может быть тысяч 15, а может даже и 20, ну не знаю. Так, нужно понимать, что язык S имеет свои корни в анализе данных, и он не происходит от традиционного языка программирования. Его создатели были сосредоточены на том, чтобы сделать анализ проще. Сначала это делали для себя, а потом уже открыли для других. Сегодня R работает практически на любой операционной системе. Одна приятная особенность, которой R делится со многими популярными проектами с открытым исходным кодом, это частые выпуски. Частые выпуски и регулярный цикл выпусков указывают на активную разработку программного обеспечения и гарантируют, что ошибки будут своевременно устранены. Хотя, конечно, разработчики ядра контролируют первичное дерево исходных текстов для R. Но многие люди по всему миру вносят свой вклад в виде новых функций, исправлений ошибок или того и другого, то есть еще и пишут всякие пакеты, выкладывают на гитхабах и где только можно. Ни один язык программирования или система статистического анализа не идеальны. R, безусловно, имеет ряд недостатков. Для начала, R по существу основан на почти 50-летней технологии, возвращаясь к оригинальной S-системе, разработанной в Bell Labs. Изначально была встроена поддержка динамической или трехмерной графики. Но, в принципе, с этим ситуация уже очень сильно улучшилась. Другое частое упоминаемое ограничение R состоит в том, что объекты должны храниться в физической памяти. Ну, я так понимаю, в оперативной. Но дело в том, что оперативная память сейчас тоже немаленькая. Вот. Но это такое мелочи. Это мелочи. Ну что ж, как бы можно много еще, ну не много, но можно было бы еще там какие-то эти, блин, как их, интервью привести разработчиков и все такое. Но не буду этого делать, потому что, мне кажется, конкретно этого языка, для конкретного этого обзора это не нужно. Можно сейчас, ну не можно, а точно сейчас посмотрим на синтаксис и все такое. Так сказать, я попробую этот самый R. Ну, а вы на это все посмотрите. Так вот, хватит всяких этих разговоров. Сейчас будем смотреть на синтаксис. Ну, и пробовать я буду в RStudio. То есть, есть еще какие-то редакторы для написания скриптов, отладки и всего такого. Но я вот поставил RStudio. Почему RStudio? Ну, не знаю. Потому что я гугланул, как установить R под Ubuntu. И Google мне сказал, дал ссылку. И я по той ссылке все сделал. И там было RStudio. Ну, вот так получилось. То есть, специалисты по языку R, пожалуйста, напишите свои комментарии. Какие там IDE-шки хорошие. То есть, ну, или вы используете. Потому что, если вы какую-то IDE используете, знаешь, в большинстве случаев она хороша. Ну, ладно, хватит разговоров. Итак, справку по командам и функциям этого языка можно получить вот так вот. А сейчас вы можете увидеть, как присвоить что-то какой-то переменной. Ну, вы только что это видели. И там вот эта стрелочка влево. Это как раз, так сказать, оператор присваивания. Ну, грубо говоря. То есть, могу чуть-чуть ошибаться. Если есть специалисты, поправьте меня. Так, сейчас, сейчас создадим вектор, к примеру, из 11 элементов. К слову, основным типом объектов R является как раз вектор. Так, также вектор можно создать с помощью функции вектор. Так, так, так. А сейчас создадим векторы из пяти основных типов языка R. То есть, у языка R тоже есть какие-то типы. Это там целочисленный тип, строковый, булевый, комплексные числа, еще какое-то есть. Короче, сейчас создадим векторы из пяти основных типов языка R. Так, также вектор может хранить разные типы данных. То есть, ну, данные, которые разнотипны. Вот, то есть, в одном векторе можно, к примеру, первый элемент это булевский, второй элемент это целочисленное значение, третий элемент это какая-то там строка. Ну, сейчас вы где-то увидите. Смотрите на экран. Так, также, также, что еще можно делать? Можно еще вектор приводить к другим типам данных. И как это сделать, вы сейчас увидите. Так, также можно создать матрицу. И внимание на экран. Ну, это обзор не всех типов и не всех возможностей. Конечно же, это просто беглый такой взгляд. Чего не было раньше в других обзорах. Как бы мы идем дальше, мы развиваемся, соответственно, здесь уже пробуем вживую. Вот, поэтому там есть другие возможности. Если вас это все заинтересует, то, конечно же, вы с всем этим разберетесь сами. Так, кроме всего, в языке R есть такое понятие, как фреймы. Фреймы используются для хранения табличных данных. Фреймы являются очень важным типом в R. Ну, то есть контейнером. И используются в приложениях статистического моделирования. Ну, и сейчас вы увидите пример создания фрейма, в котором один столбец – это целочисленный тип, а во втором столбце – логический тип. Также объекты в R могут иметь имена. Ну, то есть это полезно в качестве самодокументации. То есть, так сказать, вы каким-то данным даете какие-то смысленные имена. Соответственно, это действительно очень полезно. Ну, и как это сделать? Вот сейчас вы это увидите. Так, что еще можно? Ну, можно также, конечно же, делать выборки из таблиц, сформировать новые, сортировать и так далее и тому подобное. То есть, здесь где-то похоже на язык запросов SQL. То есть, здесь тут Select, есть можно фильтр. Ну, в это я уже углубляться не буду. Если вам это надо будет, вы с этим, конечно же, разберетесь. Так, идем дальше. Ну, что еще можно посмотреть? Можно еще… А, да, тут есть функции, есть циклы, есть if, else и все такое. Ну, давайте просто, вот я сейчас, вы увидите, как создать простую функцию для сложения двух чисел. Вот, вот так вот, да. А сейчас… А, да, тут же, помимо статистической обработки данных, еще же можно рисовать графики. Так вот, сейчас вы увидите, как можно создать графическое окно и нарисовать простой график. Ну, интересно, да? Да. Ну, а сейчас попробуем нарисовать круговой график. Ну, а сейчас попробуем нарисовать круговой график. Продолжение следует... Продолжение следует... ну вот то есть довольно таки интересный язык программирование ну для своей области понятное дело короче какой же итог r это язык ориентированный на статистику под этот язык полно уже написанных пакетов количество которых постоянно увеличивается ну и вы можете дополнить своим каким-то пакетом очень удобно при определенных навыках конечно же обрабатывать данные и визуализировать результаты то есть при определенных навыках это делается очень быстро ну я думаю для статиста этот язык то что нужно я не статист и со статистикой не сталкивался поэтому не знаю действительно ли r это очень хороший язык специалисты прошу прокомментировать ну вопрос должен ли я знать этот язык но я думаю только если ваша работа связана со сбором и анализом данных то есть в этом случае r является очень ценным и полезным инструментом иначе вам просто нужно знать что есть такой язык и не дай бог вы столкнетесь задачами сбора и анализа данных то вы благодаря конечно же мне там но не нужно благодарности всего такого но вы вспомните что есть такой язык я думаю он вам поможет ну я думаю вы на этом принципе все но я думаю вы обратили что что то есть на фоне вот на фоне это моё как раз первое знакомство с этим самым языком и что я там на фоне делаю то есть это ускоренная запись то есть это все заняло порядка четырех часов может быть до пяти часов вот этом паузы ставил понятное дело так вот так как у меня есть канал а в ю тубе ну не особо удобно смотреть ну даже не то что не условно нет такого такой такой возможности посмотреть к примеру по всем видео ну разницу до сколько утром было просмотров по каждому видео и сколько было вечером ну то есть можно клацнуть утром до каждое видео и записать в блокнотик это а потом вечером проклацать все видео и тоже блокнотик записать вот так для этого я когда решил делать обзор на язык этот язык я такой думаю я даже не знаю как так получилось но я гуглану и нашел есть пакет тубер по моему называется его с помощью его можно коннектиться к моему аккаунту и собирать как раз эту всю статистику и что мне там самому надо было доделать ну как доделать сохранить это все в типа экселевский файлик а дальше с помощью терминала в убунте делать сравнение то есть я утром запускаю к примеру этот сбор статистики она сохраняется файлик файлик создается по текущей дате по времени и вечером к примеру запустил и дальше просто делаю гиф этих двух файлов и я как раз вижу четко с первого видео и по последнее сколько ну чем они отличаются в данном случае выводится только отличительные строки а в этом здесь отличается только количество просмотров я четко вижу что с утра и до вечера первый ролик там язык си первая лекция посмотрели там плюс 5 вторую лекцию там плюс 1 3 и смотрю нету знаешь за это время никто не посмотрел вот конечно же можно доделать и нарисовать какой-то графики все такое то есть мое первое впечатление поработал я с этим языком порядка ну 4 до 5 часов максимум все то есть действительно очень ну неплохой язык как по мне и довольно таки удобно и эти все данные ну собирать обрабатывать и даже рисовать ну ну это мое мнение ну а на сегодня все всем спасибо за внимание специалисты по языку r еще раз подчеркиваю пожалуйста оставьте свои комментарии будет полезно всем ну и теперь точно всем всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки и комментируем всем пока